Шеф, всё пропало, всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает, нас скоро сметут. Вы не знали, что существует теневое российское правительство? Мы тоже не знали, а оно, оказывается, не только существует, но и активно занимается правительственной деятельностью. А теперь вот готовит в России ни много ни мало переворот. Недавно в издании The Times вышла статья о том, что российские эмигранты призывают к вооружённому сопротивлению путинскому режиму. Теневой парламент, состоящий из бывших российских депутатов, утверждает, что смены режима можно добиться только силой. Этот так называемый теневой парламент якобы состоит из более чем 60 российских политиков изгнаний, которые всегда-то работали в нашей Государственной Думе. И вот теперь они все встретились в Варшаве для того, чтобы обсудить план из семи пунктов по свержению Владимира Путина, а также трактористический план по дестабилизации России, который собираются представить на саммите НАТО в Вашингтоне. Что там ещё на повестке? Ещё на повестке у них обращение к Западу с требованием увеличения поставок вооружения нашим любимым соседям и усиление антироссийских санкций. Но самым главным пунктом в этом плане является добро на физическое устранение представителей российской власти. Этот, с позволения сказать, план был разработан никем иным, как бывшим депутатом Госдумы Ильёй Пономарёвым, признан в России инагентом, включён список трактористов и экстремистов, бывшим членом партии КПРФ, затем членом Справедливой России, который также являлся учредителем и членом ряда оппозиционных движений. В 2014 году он был единственным членом Госдумы, проголосовавшим против вхождения полуострова в состав России, после чего переехал в США, а затем стал очень большим любителем сине-жёлтых оттенков. В августе 2022 года Пономарёва заочно арестовали по делу о распространении ложной информации об использовании вооружённых сил РФ, а в 2023 году Росфинмониторинг внёс его в реестр экстремистов и трактористов. Также в 2023 году против него возбудили уголовное дело за организацию «Съезда народных депутатов», которая была создана в 2022 году в Польше. В 2024 году ФСБ возбудило на него уголовное дело о госизмене и призыву к тракторизму за участие в деятельности соседского военизированного объединения «Легион свободы России». «Легион» славится тем, что, помимо всего прочего, вербует российских граждан для совершения терактов на территории нашей страны и состоит только из россиян, которые воюют против своих соотечественников. Одни из чувства морального долга, другие – из-за ненависти к президенту России, как об этом написали западные издания. Это теневое правительство представило на суд стратегию, названную «План Победы», который включает в себя все эти вот призывы к свержению власти и дестабилизации российского общества. Что примечательно, точно так же назывался и проект Тихановской, которая до сих пор манит себя реально действующим антагонистом Лукашенко и по какому-то недоразумению считает себя «живее всех живых на политическом белорусском оппозиционном небосклоне». О чем это нам говорит? Только о том, что кураторы всей этой вакханалию всех наших и около наших беглых и политических растриг одни и те же. И они нам всем хорошо известны. Одни и те же методички, один план. Даже одни и те же названия. Чего заморачиваться-то? Что опять-таки говорит нам лишь о том, как они им всем, этим западным кураторам, эти наши растриги до феньки. Им не до феньки только одно – свалить Россию, любыми способами. Остальное от лукавого. Но в связи с вышепересказанным возникают вопросы. Какого ляда породистое британское издание выкатило весь этот теневой план в народ с подробностями и зачем вообще придало огласки столь вопиющую информацию? И второй. Теневое правительство грозит, что этот план будет озвучен на саммите НАТО в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля 2024 года. Чтобы что? Чтобы его профинансировали и дали добро на отстрел? Но это не лезет уже ни в какие рамки вообще. Вообще ни в какие. Тогда зачем? Чтобы западные спецслужбы имели возможность творить у нас подобное под прикрытием таких вот организаций? Если думать логически и с применением причин от следственных связей, то получается все очень просто. Тот, кто такое предлагает, и есть самый настоящий тракторист, и никто иной. Но для Запада белое давно стало черным, а круглое – ромбовидным. И мы, наверное, скоро вообще их молитвами перестанем удивляться хоть чему-нибудь. Друзья, хотим напомнить, что наша команда остается на плаву только благодаря вашей поддержке. Вместе победим! Реквизиты для поддержки в описании к видео.